всем огромный привет вы на канале о вязании вязаной истории с юлией совлюк и сегодня девочки я решила поделиться с вами своими запасами пряжи у меня и огромное множество я решила что нужно ее как-то систематизировать я слышала о существовании программы всего остального но я решила что будет верным решением записать свой любимый блокнотик и почему я еще решила систематизировать потому что сегодня я немножко разбирала шкаф наконец-то дошли руки до сменить зимний гардероб на летний то есть я выбираю подальше зимний гардероб и по ним поближе летний правда еще не весь зимний убрала так как свитера нужно все перестирать пока я еще туда не добралась поэтому еще чуть-чуть оттягивала так как жарко и уже нужно уже нужны летние вещи я решила что свитера я отнесу стирку уберу как раз подготовлю для них место когда они высохнут и в общем там организационные моменты и я наткнулась на пряжу о которой я просто напрочь забыла и о ней я сейчас сразу вам покажу я рассказывала об этой пряжи и давным-давно я хотела с нее что-то вязать типа платья не знаю это очень красивый цвет видите у вас он на камеру почему-то придается грязным таким цветом это нежная лаванда мне не знаю как показать где его засунуть чтобы это было все видно может быть вот как-то немножко вот так приподниму все равно девочки вот так вот приподниму но все равно цвет неправды показывает в общем началось все то решение мое с этой бобиночки это моя бобинка я буду взвешивать то что не взвешено то что не известно эту пряжу я еще не вязала какое качество я не знаю очень нравится когда магазины делают какие-то вот такие вот пометочки не только свои рекламные просто реклама наклеена ничего другого есть которые всякие там будут ну состав метраж вот посмотрите вот совсем шикарно до метраж вес состав стоимость даже есть и какой цвет вообще просто замечательный вариант я сейчас сразу же это все перепишу она была заранее я нажала паузу записала и поняла что я не добавила еще одну графу для метража пряжа ну буду вот так записывать теперь уже не буду ничего менять вот такая у меня табличка получилось пряжа что за пряжу я назвал ее полухлопок я не помню как она называлась и просто что она была с названием девочки но вот у меня ноунейм потому что я вообще видите забыла следующая графа это состав дальше цвет и вес буду в общем вот это все выписывать и вам рассказывать показ такая красота у меня есть 600 грамм здесь можно связать что-то ну наверное скорее всего она будет лежать до следующего лета потому что в этом этим летом я уже решила что завершу свои имеющиеся проекта летние перейду к осенью готовится ну пока это я так решила там посмотрим решение быстро меняется дальше переходим к моточкам который вам перед глазами лежат я их сразу три чтобы они потом не мешали это пряжа валенсия вот ее с нее я вязала это остатки мои остатки приличные я даже знаю куда ее пустить я буду записывать и рассказывать об этой пряжи потому что эту пряжу я знаю хорошо уже я относила свой кардиган девочки это потрясающая пряжа экономная я вот кардиган связала на свой размер на 48 даже бы сказала размер уже крупная девушка вот и ушло у меня буквально 200 грамм и плюс добавочная нить добавочную нить я добавляла не для потому что мне хотелось эту пряжу так вот разбавить а потому что мне просто нужно было попасть в плотность автора так этот цвет я не знаю я номер не буду записывать я запишу для себя серый чтобы светло-серый чтобы когда я загляну в запасы свои то я понимала что это за цвет и у меня его 200 грамм эту пряжу девочки я однозначно рекомендую так переходим к следующему моменту у меня осталось 2 моточка яна арт джинс даже не представляю куда их можно притулить они разного цвета я вот запишу их третьим пунктом до девочки пряжа потрясающе состав состав этой пряжи действительно потрясающий 55 процентов хлопка кто незнаком и 45 процентов полиакрила девочки для меня это потрясающая про пряжа напишу зеленый и 50 грамм и точно все то же самое да мы пропустим и состав тот же и только белый не знаю может на какую-то игрушку придумал возможно кому-то не на подарю что-то в общем вот это вот у меня такие два матка в остатке тест сына джемпер висала и вот у меня они остались эти моточки так девочки даже не знаю это мне дарили пряжу вроде как похоже на хлопок и вроде автор когда мне дарили говорили это в обменный подарочек а когда я участвовала мне дарили и вроде как говорили что это хлопок вместе с конусом девочки 211 грамм девочки я не знаю сколько весит конус подскажите пожалуйста потому что ну чтобы понимать в 210 грамм до 210 грамм я напишу так вот хлопок стопроцентный но поставлю под вопросом потому что я не знаю состав розовый 210 грамм принципе на маечку вполне достаточно не знаю может еще куда-то я вообще розовых цвета не было камера опять врет он более такое малиновый даже ему назвал его цвета здесь он ярче в общем я не знаю куда его себе применю потому что у меня его еще мне вот что-то подарили я не знаю что это такое тут написано вискозой полиамид никогда не вязала какой-то вот довольно такая странная ниточка это какой-то шнурочек ну девочки он неравномерный или это он должен быть таким вроде на вид неплохо но мне немножко смущает вот это вот что это видите вот идет подвинься по пинка то есть видите идет толще толще идет уже цвет вроде неплохой но я думаю если вязать то наверно с чем-то обязательно его комбинировать скорее всего этот моточек но и возможно эту пряжу просто вытянули потому что ну как-то идет и непонятно общем нюанс я не могу написано вискоза ну в общем давайте запишем даже название я напишу что это пряжа есть вниз не метража ничего не знаю только вес могу узнать вес 359 грамм так она что ли 20 грамм если верить от 359 315 но примерно 40 грамм конус висит в общем пряжу я не знаю как называется я вот такие себе в блокноте ставлю три восклицательных знака я даже не знаю как ее назвать и я напишу что это 70 процентов вискоза и 30 процентов по моему что там было написано полиамидом 30 полиамида и пишу с конусом потому что такой бежевый цвет пишу живый и пишу что с конусом 300 а 60 девочки 360 грамм напишите пожалуйста все таких кто знает сколько весит конус очередной раз говорю так седьмой момент это тоже моточек остатка тут еще даже вот такие у меня есть штучки мне дарили для кос но я не умею ими пользоваться лежат пакете с пряжей переходим вот еще один моточек вы же дети вот это вот шикарная пряжа это лана гата до супер софт я вязала с нее себе повязку девочки это я пишу на русском как говорится чтобы себе быстрее прочесть стопроцентный меринос я даже подсматривать не буду я помню цвета не нежно голубой и 50 грамм я себе вязала повязку с этой пряжи с нее я начинала год с этой пряжи потрясающий вариант очень мне она понравилась цвет и состав так переходим следующем надо шуршать это вот остаточки вискалана это у меня была пряжа я покупала ее в барашка шаг она составом 300 метров 100 граммах 70 процентов мериноса девочки я не знаю вообще наверное это не меринос а шерсть надо написать здесь потому что она мне кололась вот многие говорили что нет но мне она очень кололась и себе шарф вязала и вот если было довольно такие тепло то в нем с ним ходить невозможно было с этим шарфом девочки цвет красивый и я вот думаю вот эти остаточки куда-нибудь вставит тоже нежно голубой пишу просто голубой напишу и вместе у меня весы отключились пока тут с вами лица болтала сети очки смотрим сто тридцать восемь грамм с конусом опять же я не знаю сколько конус поэтому пишу с конусом вот такая еще есть у меня красота коса гранды классик мне его дарила оксаночка оксана маркиной не есть канал на youtube у нас был один подарочками вот тоже пишу коса гранды я давно хотела попробовать эту пряжу коса не знаю она очень мягкая я не знаю куда я применю это всего лишь 200 грамм у меня их четыре вот моточка одну этикетку я уже конечно же потеряла они не потеряла она вот есть девочки то этикетка вот так вот сто девяносто пять пишут ну как мне говорили это возможно а вам пишет сто четыре ну ладно сто девяносто пять я не знаю какой цвет девочки написать как это назвать этот цвет он не коричневый он какой-то более вишневый не знаю и напишу 200 грамм название цвета оставлю потому что не знаю как назвать тоже здесь 50 граммах сто двадцать пять метров то есть хороший принцип метраж хорошая пряжа поеточка на поле не до по 100 грамм я брала 2 моточка я уже просто не помню одни черные одни и темно-синие на камеру вообще практически не отличается но вот они лежат рядом и очень классно видно и меня честно говоря сейчас больше темно-синий цвет нравится я не замуж хотя куда-то и применю их сейчас я запишу себе темно-синий очень красивые я не знаю куда применить у меня есть пряжа я вот тоже думаю что туда применим синтетическое стало а может просто есть варианты я не вязала другого у меня голубая порядка там она не так смотана на конусе так вот то что на конусе смотана мне не понравился как у получился образец он какой-то получился неживой я нажала немножко паузу чтобы меньше вам шерудеть убирать лишний мусор подготовила немножко опять же с того что у меня есть и чтобы было быстрее и так у меня есть слонимская пряжа я не помню сколько ее сейчас я вот тоже запишу меня две две позиции это слонимской осталось и нужно ее конечно же вырезать слонимская 1500 метров 100 грамм она запишу сразу же это 7 не знаю пишу 70 я вообще брала данная на 70 акрила и 30 процентов мери носа у меня есть зеленый темно-зеленый и есть молочные молочные у меня не довязи и я его точно уже не довяжу вернем был в довязи и даже не да я его начала распускать просто я вы просто начал уже распускать и мне сыны вы чуть понесил и как-то очень быстро он на него мало 100 и молочные напишу здесь сразу сколько вес и мы запишем сразу с вами 8 вот таких у меня есть моточка этого темно-зеленого сейчас я сверху сложу и все это запишу а потом все это сажу в одну покупку так 405 грамм на 400 пишу грамм темно-зеленого до 400 темно-зеленого и наверно молочного а молочного вот 150 осталось а вот еще вот такие остатки кстати куча образцов она ходила девочки там брошенный образец там брошенный так 190 его джемпер который я хочу распустить так как он на ребенка уже мал носительного однозначно не будет есть кстати мастер-клад на этом джемпер у меня на канале это джемпер со звездами 450 грамм молочный 450 у меня была задумка я вообще хотела кое-что с этого связать переходим дальше я уже расчертила опять пришлось отвлекаться у меня вот таких красоты полном это была полушерсть я точно помню я брала вот в том магазине где я хвасталась такую красивую прислали этикеточку потом я не прислали вообще все без опознавательных знаков и опять вообще вред на счет цвета камера ночью что такая вруния на даже не близко честно девочки даже не знаю что сделать в общем пишут полушерсть фолка вот вот что помню видите фолкам пишу тоже 1500 метров 100 грамм видимо девочка я не помню какую перед взяла первую то или эту бобину но вот немножко этот момент меня разочаровал так 1500 метров на 100 граммах и здесь я 300 грамм рала по моему этого полком до его называют роза и сколько грамм сейчас мы носим 350 380 вместе с конусом я пишу 380 грамм и тут 50 на 50 50 процентов меринос 50 процентов акрила вот такая кто же красота есть я даже знаю что это будет у меня такой красивый джемпер очень красивый цвет и ну вот камера его врет безбожный следующий моя красота моего богатства я брала совсем совсем чуть-чуть хомяку привет вот для как раз вот передавал барашки видите вот такие этикетки мне очень нравится это 30 процентов кашемира и 20 процентов шерсти девочки это потрясающая красотень весит я брала 260 грамм сколько-то не знаю пока у нас убрать так название я сейчас отсюда перепишу это бьет бьет жули модеста да да сделаю по своим пометочку да я потом подобью и расскажу сколько же у меня запасов но это уже наверно будет в следующем видеоролике потому что я смотрю долговато я вас тут мучаю я вот хочу в эту вот кашемир куда купить меринос стопроцентный добавить вывесить себе такой легенький легенький джемперочек видите сколько я хочу не знаю когда все буду делать 30 процентов кашемира и 70 процентов мериноса это такой классной девочки на цене взяла черный 200 сколько написано 260 там было гранда с конусами девочки напишите конус буду очень вам признательно так и последний момент который я хочу показать тоже такой на большом таком длинном конусе это мой хлопок это я вижу платье сниму вторая часть моей бобины до хлопок я его пока в работу не беру несмотря на то что то что есть в работе да уже хлопок здесь две тысячи метров было написано на 100 грамм на той бобине на это не было ничего она это что то есть не это просто магазин до made in турки это другое вообще-то то где бобиночки так стопроцентный хлопок ну пока желтый и тут по-моему 200 или 300 грамм кто-то по-моему было меньше потому что 300 я уже не помню очки тоже давненько бралось поэтому уже конечно же 308 или весы врут или не знаю 308 или продавец врут так это меня хлопок и кстати это бобиночка у меня было первое время штативом но я просто сюда вставляла мне другая была была софи полка и уже нет ребенок я доломала моя розовая такая была ее покупала за смешные деньги это был хлопок и здесь по моему 200 грамм черно такой толстенький но я не знаю здесь вообще правда не написано и я брала в таком магазине которого я никогда никому не порекомендую ужасно был магазин хозяйка магазина скандалистка я слава богу не сталкивалась с ней здесь пишут 250 грамм ноги тогда так я напишу хлопок но я не знаю не метража его судя по толстенький дита наверно больше чем 1500 а может и нет смотрите ну хорошенькая пряжа состав мягенький хлопочек вообще хлопок стопроцентные это точно помню черный был и 250 грамм пишу тоже вот картофу это стопроцентные белые акрил да вот у меня целый 100 граммовый моточек и нет весы не вру девочки ровно говорят правда 140 грамм у меня так картофу да тут стопроцентный хлопок а здесь мы напишем стопроцентный акрил белый это тоже красотень нежно-нежно-голубая даже знаю с ней что хочу вязать вот это вот на джемпер фишемера и вот это вот кофта с этой это вот самые первые внутри вещи я точно знаю что четыре я уже знаю но то потом остальное покажу это тоже стопроцентный меринос 300 грамм здесь было 1500 метров сейчас я буду в три ниточки вязать 338 грамм он наверно конус 38 получить сейчас запишем так меринос я название тоже не помню стопроцентный пишу вот так вот 1500 метров на 100 грамм что-то я так спешу голубой и здесь 338 грамм было на с конусом так вот это самая любимая красота и теперь что у меня еще здесь есть это кстати янар джинс черный боже он здесь запутался распутывать я наверно не на камеру сейчас буду а уже потом распутаю отдельно все распутала даже стопроцентный янар джинс сколько здесь всего вот уже три цвета мне нужно что-то скомбинировать 48 грамм между против в одном месте все было буду пытаться где еще будут буду все стараться в одну кучку сложить это хлопок коко белый у меня остаток тоже 50 грамм а просто на этикеточку сняла потому что здесь 50 грамм это как он хлопок к стопроцентный хлопок очень классный хлопок мне нравится я себе с него вязала юбку 50 грамм моток это у меня ирис это я покупала хотела браслет вязать не знаю буду ли нет никак не решусь и здесь напишем ирис здесь меня его надо будет уже как-то стопроцентный хлопок 20 грамм в 20 граммах 138 метров стопроцентный хлопок хлопок молочный 20 грамм так и вот остатки видите вот такому на виде но я его куда-то хочу применить я не выбрасываю то есть мне жалко это украинских и вчера вчера это на котором я с моей майки остатки и я вот осталась там я не помню составе а потом посмотрю не помню его состав синий если не ошибаюсь там или он с хлопком был в каком-то соотношении да и сколько здесь грамм ушков вот это они еще один пакетик маленький есть сейчас я тоже вам покажу и на этом сегодня будем вращаться 23 грамма девочки то есть вот его можно с чем-то скомбинировать вот видите например у меня белый хлопок есть этот синий уже как-то красивее смотрится что-то еще добавить и будет какой-то интересный летний чем пирог футболочка так и последний пакет это мне отдавала юля свои запасы я его так не применила я хотела на шарф большой такой объемный связать ну почему-то его так и не применила не знаю применю или нет в будущем она перематывала сказала что разорваю мотки видите само такой распадающийся записала или я его в общем вот таких вот у меня есть alize mega fill superlana я такой даже вообще не знакома это 125 процентов акрила ой 75 процентов акрила 25 процентов шерсти и здесь 200 грамм ну вот на сног можно вода девочки как видеть столько работы проделана вместе с вами я конечно же уберу лишнего в монтаже как не крути потому что очень много лишнего сейчас все попакую по раскладывать у я его тоже вам покажу это вот тоже не знаю либо я его распущу потому что у меня я поняла что пряжи помните не хватит либо я в общем я не знаю куда я в эту применю потому что очень красивый и узоры все это полухлопок мы сейчас его тоже видите я с вами уже какой раз прощаюсь и никак не допрощаюсь на полухлопок но это турецкий полухлопок это я точно ну классные очень мягкие потрясающие 50 процентов хлопка 50 процентов акрила синий напишем цвет и здесь его и так уж и много ну вот еще один мобильничку и я не знаю что с ним делать потому что качество мне нравится все нравится и либо распустить и перевязать куда-то 275 грамм вместе с конусом маловато приношу извинения за посторонний шум играет с другом не очень это пряжа она по типу истамбула но только у нее здесь ниточка люрекса красивый персиковый цвет я так и не придумала куда его применить это вот 95 грамма точки у меня